Минстрой готовит законопроект, который будет регулировать рынок частного наемного жилья. Планируется, что в сентябре документ будет внесен в правительство, а в декабре нынешнего года представлен на рассмотрение Госдумы. В чем суть законопроекта и как он сможет повлиять на рынок арендодателей, разбиралась Наталья Чекет. Сейчас документ находится в стадии разработки, однако уже привлек внимание экспертов. По мнению авторов инициативы, законопроект должен повысить прозрачность отрасли и защитить права арендодателей и арендаторов. Для этого планируется запустить информационную систему учета договоров найма жилья. Эти данные будут передаваться в налоговые органы. Цифровизация рынка аренды обеспечит не только повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий, но и внесет вклад в цифровую трансформацию российской экономики. Планируется, что законопроект должен взять на себя несколько функций, в том числе обеспечить защиту прав собственников и арендаторов, а также повысить прозрачность рынка аренды квартир. Так как на данный момент в России в Тени находится около 80-90% рынка арендного жилья, а для государства это упущенные налоги. У нас сейчас люди пошли таким путем, приняли, когда закон о самозанятых. Сейчас половина рынка начали регистрироваться как самозанятые и платить не 13% налога в случае дохода, а платить 4% налога. Поэтому они, соответственно, платят налог, но есть люди, конечно, которые арендуют и не платят. Но я думаю, что это в любом, не только в нашем регионе, это везде такое есть. Однако обеление рынка аренды, отмечают эксперты, может повысить арендные ставки как минимум на 13% сумму налога, которую должны будут вносить собственники жилья. В законопроекте говорится, что у нас будет строиться жилье на ипотечные, как раз даже будут выдаваться кредиты с наименьшим процентом, на полпроцента меньше для постройки жилья. То есть будут застройщики, которые будут строить дома только для аренды. Соответственно, там у них арендная плата будет меньше, как они обещают в этом законопроекте. Но по факту не может он быть меньше, потому что им нужно туда налоги заложить, все вот эти вот суммы, которые расходы. Поэтому я думаю, что где-то на 13-15%, если примут этот закон, соответственно, плата вырастет за арендное жилье. Пока документ в стадии разработки, к его обсуждению будут привлекать экспертное сообщество. В Госдуму законотворческую инициативу представят до конца 2021 года. Если закон будет принят, он существенно повлияет на рынок аренды жилья. А в какую положительную или отрицательную сторону покажет время.